Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну, а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! Это бесп... беспроводные наушники. Не особо громкие, хотя этого в большинстве случаев достаточно. В метро не очень, так как они не закрывают все ухо целиком, но, тем не менее, все слышно. Басы... ну, черт знает, если впихнуть их поглубже, то они есть, а так просто растворяются с посторонним шумом. Знакомый сказал, надо подуши подбирать наконечники, тогда будут басы. На водостойкость пока не проверяли. Вообще, меня подкупил агрессивный внешний вид наушников, да и подсветка. А это рыболовная ловушка-зонтик или раколовка. Ее основа – металлический корпус и мелкая сетка. Посредине есть место для прикормки. Добраться до него можно через входы, расположенные на каждой стороне. Странно, но попав внутрь, рак не может выйти обратно. На выходных ездили с отцом на рыбалку с ночевкой. Забрасывали раколовку с лодки. Минут за 20 насобирали пол ведра раков и мелких рыбешек. Последних пустили на расплод, чтобы в следующий раз было что ловить. А это антипрокольная лента. На вид выглядит неплохо, я даже обрадовался, что смогу спокойно ездить на велике и не бояться за колеса. Ага, конечно. Но обо всем по порядку. Значит, сначала я долго и нудно мучился с установкой ленты. Дело это непростое, поскольку нужно было добраться до внутренней стороны шины, но с горем пополам сделал и поехал кататься. И что ты думаешь? Практически сразу наехал на гвоздь. Прям везунчик. И лента-то, ничем не помогла. Только время зря потратил на ее установку. Радиоуправляемый трансформер Bugatti Veyron – это больше, чем просто обычная игрушка. Дело в том, что она может быть машинкой, а через секунду уже роботом. Причем прям на ходу. Вид, конечно, суровый, но мне нравится. Трансформация происходит быстро, с жужжащими звуками шестеренок. Каких-то функций конечностей трансформера не несут. Простая фигурка. Но это же целая фигура из машины-то еще и едет. Из минусов – движение только по гладкому полу и, если уж придраться, хотелось бы возможность установки оружия. Гидрофобия кошек хорошо известна. Кроме того, высокая вероятность получить расцарапанные руки имеется во время других гигиенических и ветеринарных процедур. Эта сумка является своего рода аналогом смирительной рубашки для кошек, то есть позволяет полностью обездвижить их лапы и проделать с ними то, на что они не пошли бы добровольно, ни при каких условиях. Наличие нескольких молний позволяет получить легкий доступ к любой из лап, а сетчатые вставки обеспечивают приток воздуха. Для переноски предусмотрено наличие двух ручек. А это многоразовые вакуумные пакеты. Они помогают увеличить срок хранения продуктов. Сначала нужно загрузить продукты в пакет. Затем установить вакуумник в отверстие пакета и нажать кнопку запуска. После этого устройство удалит весь воздух внутри мешка. А вот продавец тормоз отправил заказ спустя две недели и то после того, как написал сообщение. И только за это получил одну звезду. Вот уж никогда не думал, что возьму себе проводной ковер, который будет светиться у меня на столе. С такими темпами недолго ожидать, что появится пара RGB-кроссовок, цвет которых можно синхронизировать со своим гироскутером. Но это все мечты-мечты. А у нас тут все-таки игровые ковры. Время идет, тенденции меняются и рано или поздно люди задумываются о визуальном оформлении своего рабочего места, особенно геймерского. Самый главный минус, конечно же, необходимость подключать его к USB-порту. Вот если бы не было никаких проводов, цены бы ему не было. Это самый маленький в мире арбалет, который стреляет обычными зубочистками или ватными палочками. Хорошо прицелиться из него совсем непросто, конечно. Но если есть такое желание, то научиться можно. Первым делом выстрелил в цель на расстоянии метров семи. Получилось даже попасть, но сила удара была уже очень небольшой. В картоне только небольшая вмятина осталась. Если взять что-то помягче, прессованную пробку, например, то может даже войдет в мишень и останется там. Несмотря на это, игрушка классная. Взяв в руки, так и хочется поиграться. Эта походная печка на дровах сделана по традиционной схеме из пяти деталей, которые соединяются пазами. Материал – нержавейка. Толщина примерно полтора-два миллиметра. Этого более чем достаточно. Дно печки можно устанавливать в двух положениях – повыше и пониже. Это будет удобно при использовании со спиртовкой, с сухим горючим или в качестве ветрозащиты для газовой горелки. Отверстие топки достаточно широкое, в него влезут даже крупные дрова. Упакована печка не просто в мешочек, а в плотный чехол. А это крюк для обмотки проволокой или, как было сказано в описании, палка-закруталка. Инструмент примитивный и, наверное, полезный. Несмотря на его простоту, как пользоваться, понятно, не сразу, хотя разобраться можно. Работает нормально, но нужен он, скорее всего, когда тебя ждет масса проволочных завязываний. А когда ты раз в год сталкиваешься с тем, что нужно что-то обмотать, то проще сделать это вручную. А это дозатор для мыла от Xiaomi. С виду он выглядит вполне прилично, но при заправке мыла стоит быть предельно аккуратным, чтобы не сломать его. Крышка очень хрупкая, нечаянно можно сломать. Если брать это художество, то я советую просверлить дырку, чтобы каждый раз не открывать крышку и доливать при помощи шприца. Но я не думаю, что это того стоит. Купи товар и сам дорабатывай его. Ну нафиг это нужно? Полно и других дозаторов, которые не требуют доработок. А это форма и кормушка для улучшения, так сказать, качества рыбалки. Ну правда, с каждым годом хочется ловить более крупную рыбешку, а не миллион головастиков. Набор пришел в обычном зип-пакете, видимо продавец не сильно беспокоился о сохранности товара. И зря, потому что мне пришел брак. Топталка не совпадает по размеру с формой, есть огрехи с литьем. В общем, этой ерундой я полностью безоговорочно разочарован, а поэтому весь набор дружно ушел на помойку. Это электробритва от Xiaomi. На ней расположена одна единственная кнопка, которая включает и выключает прибор. Включенная бритва издает не очень громкое, но противное жужжание. А вот на деле бритва оказалась совершенно бесполезной вещицей. Пользоваться ей неудобно, недостаточно хорошо бреет, плохо очищается лезвие. Не могу сказать, насколько хватает заряда, так как пользовались ей всего один раз и положили назад в коробочку. Для повседневного использования совершенно не подходит. Это довольно удобный захват. Складной, есть фонарик и магнит. Но ухватить им можно только не тяжелые предметы, иначе сломается. Поднять монету с пола, закинуть что-то на полку или наоборот достать, это он может без проблем. Сделано аккуратно. Упаковка картонная, но пришла вся измятая. Сам товар не поврежден. Посылка пришла примерно за месяц. Трек отслеживался с самого начала. Зеркала для велосипедов в прежнее время были распространены гораздо шире, чем сейчас. Вспомните детство, каждый салют или аист комплектовался ими по дефолту. Без зеркала нельзя ездить, думал я. Мне нужен задний обзор. Со временем выяснилось, что этот обзор как дверной глазок, и разглядеть в него полезную информацию непросто. И честно говоря, я в заблуждении. Как по мне, зеркало на велосипеде это лишнее. А что думаешь ты? Нужно ли зеркало на велосипеде или нет? Комментарии приветствуются. А это лучший геймпад для игры на смартфоне. Очень порадовало крепление для смартфона. Оно съемное, позволяет удобно пользоваться им и на ПК. Работает через ориентацию в пространстве с помощью гироскопов. Через фирменную утилиту на Android смартфоне позволяет обновить прошивку. Также при подключении специального устройства через USB OTG позволяет на смартфоне настроить кнопки даже в играх, где это не поддерживается. Батарею держат очень долго. А это автомобильный инвертор от Xiaomi. Что это такое? Это, по-простому говоря, розетка в машине на 220 вольт, в которую ты напрямую можешь включить все, что пожелаешь. Но если на нем написано 110 ватт, то нормально он может работать только на 60 ватт. Поэтому если ты собрался использовать его для подзарядки телефона, то это удачный вариант. С телевизором дело обстоит немножко сложнее, так как у него больше потребления тока, но вполне можно использовать небольшой телек. Для вырезания кругов в стекле используется специальный инструмент радиусный стеклорез. Это устройство состоит из фиксирующего элемента, оснащенного присоской, двух шарнирно-соединенных штанг со шкалой и режущего узла. Присоска устанавливается в центр, выбирается нужный радиус и делается вырез. Фрагмент стекла извлекается при помощи фиксирующего узла. Мой знакомый проверял стеклорез на стекле 4 мм. Делал пробный рез, все хорошо. Кстати, продавец положил ему перчатки в подарок. Это нож для срезки лишней кромки при создании деревянной мебели. Пришло все в точности, как на фото у продавца. Вся конструкция пластиковая, не супер, но и не хлипкая, работать можно. Сразу пользоваться им не получится, так как требуется настройка инструмента. Режет отлично, очень острый. Пробовал на кромке 0,4 мм. Но думаю, подойдет и для 0,2 мм, если подправить регулировочные болты. Кстати, в наборе идет всего два лезвия, остальные придется докупать. Во время использования этих палочек ты будешь выглядеть смешно, но с их помощью можно удалять волосы в носу. В комплект входят специальный воск, чашка и 20 палочек. Их хватит на 10 раз, так как на одно применение требуется всего две палочки. Перед использованием разогреваем воск в чашке и наносим его на палочки. Затем помещаем их в ноздри и так на одну минуту. По истечении этого времени резко вырываем палочки и смотрим на результат. Фу, какая гадость, но тем не менее работает. Это устройство для мойки и сушки макияжных кистей. По сути своей идея проста. Вращение. Очень быстрое. Настолько, что вся жидкость из кисти вытряхивается за секунды. Правда, чем больше кисти и чем глубже она в колбе, тем медленнее крутится. Но это не страшно. Все равно хорошо промывается. Если же недостаточно промывки, то девайс можно использовать для сушки. Сушат за счет вращения. У кого есть кисти и каблуки от Сигмы, знают, чего стоит их отмыть. Промыть от пены, если мыть шампунем, а потом высушить. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Недавно у дочери моей подруги был день рождения. Она долго думала, что ей подарить, ведь сложно удивить ребенку, у которого дома полмагазина игрушек. И вот она нашла интересные, увлекательный конструктор Marble Run. Конструктор представляет собой сочетание различных элементов. Горок, трубочек, воронок, которые, соединяясь между собой, образуют трек-дорогу для небольших шариков. Шарики запускаются через верхние воронки и скатываются вниз по построенным тропинкам. Конструкция, конечно, замысловатая, но ее дочери понравилось. А это самое главное. А это сверла для снятия фаски. В комплекте идет четыре зенковки, отличаются они диаметром рабочей части. И они довольно увесистые. Самая большая весит около 100 граммов. Минус этих штук в том, что они практически не сверлят, а поэтому приходится заниматься предварительным засверливанием. Но отверстия получаются практически ровными. Пробовали работать ими по стали и алюминию, вопросов не возникло. Еще одна интересная приколюшечка от Xiaomi – подсветка для селфи. Использовать его можно для создания дополнительного освещения при съемке видео. Устройство состоит из LED светодиодов и матового рассеивателя. Внизу имеется прищепка для крепления его к смартфону. Заряжается эта безделушка через разъем microUSB. Вообще для меня эта лампа ерунда, конечно, полная. Так полюбоваться пару раз и все. Считаю, что для профессионалов нужно что-то более мощное. Это вакуумное приспособление, которое позволяет ликвидировать нежелательные следы на коже. Прибор, подобно пылесосу, всасывает из пор остатки жира, оставляя кожные покровы чистыми. Интенсивность работы регулируется переключением между двумя режимами. В набор с устройством входят четыре насадки, каждая из которых предназначена для определенного типа ухода. Одна из них просто стимулирует кожу, вторая очищает поры, третья предназначена для ухода в определенной области, а четвертая помогает избавиться от омертвевшей кожи. Весь этот комплект упакован в кейс. Это ниточный эпилятор. Неплохо так удаляет тонкие, пушковые, длинные или средние длинные волоски. Толстый и короткий пеньки не возьмет. Волос должен быть мягким, чтобы нитка зацепила его. Зона обработки максимально ровная. Чем больше рельеф, тем труднее будет извернуться. Из минусов нитка рвется быстро. Но на самом деле ее легко заменить на обычную нитку. И приноровившись, сделать это можно достаточно быстро. По сравнению с эпиляторами пинцетного типа процесс идет намного медленнее, но и менее болезненно. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra? Тогда принимай участие в конкурсе! С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!